И когда входил Иисус в одно селение, встретили Его десять человек прокаженных, которые остановились вдали, и громким голосом говорили, «Иисус, наставник, помилуй нас!» Увидев их, Он сказал им, «Пойдите, покажите священникам!» И когда нашли, очистились. Один же из них, видя, что Иисус, он возвратился громким голосом, славя Бога, и пал низ к ногам его, благодаря Его, и это был самарянин. Когда Иисус сказал, не десять ли очистились, где девять, а они же не возвратились воздать славу Богу, кроме одного иноплеменника. И сказал ему, «Встань, и вера твоя спасла тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа». Сегодня, братья и сестры, мы за Божественной Литургии читали с вами Евангелие десяти прокаженных, которые я сейчас только что прочел на русском языке. Такая очень незамасловатая история, казалось бы. Но для того, чтобы лучше понимать, нам с вами нужно знать исторический контекст того, что происходило. Мы с вами видим десять прокаженных людей, которые болеют тяжелейшей болезнью. Проказа – это болезнь, как вы, наверное, все знаете, которая вызывает живое гниение плоти человеческой кожи, мяса, тканей разных. Болезнь очень тяжелая, неизлечимая. И даже при наших своих условиях, с учетом уровня нашей медицины, лекарства, болезнь тяжелая, страшная. Такой крест, который тяжелый нести. А в те времена, когда не было ни лекарств, ни обезболивающих, каких-то средств, ни мази не было, нам привыкли. Этот болезнь, конечно, приносилась гораздо тяжелее. Тем более в тех условиях, там жара, пыль, помыться проблемы. Там источников воды, озер, редко, очень мало, ручок мало в этих землях. И люди приносили невероятные страдания болезней. Это болезнь. И боль была, и зуд был. И была страшная воня от этих больных. Люди боялись прокаженных, потому что болезнь была неизлечимая. И никто не хотел заболеть. Кто сейчас раком захочет заболеть? Их изгоняли из семей. Их обязаны были изгонять из семей. Хочешь ты, не хочешь ты. Если у тебя даже самый близкий человек заболел проказой, ты обязан был его изгнать. Они же жили за поеделами городов, питались на помойках. Жители этих городов специально им выносили еду. Оставляли за стенами города, чтобы они и брали эту еду. Чтобы в воду ни в коем случае не входили. И вот они избивались в ключики. И интересно, что когда люди страждут, когда они сильно страдают, то многие предрассудки и многие наши принципы исчезают. Люди эти были иудеи. Девять человек из них были иудеи. А один был самарянин. И самарянин это человек, который был иудеями презираем. Это враг. Вот как, к примеру, сейчас евреи с арабами враждуют. Может даже еще хуже. И евреи с самарянинами не то, что там не дружили. Они с ними на дурском веку не садились. Они вместе с ними из одной кружки воду не пили. Они с ними вместе еду не вкушали. Не то, что там братья вместе составлять. Человек, которого людей презирал, ненавидел, осуждал всячески, порицал всячески. Но на дворе, видите, скорби, страдания как-то стирают все эти принципы. Многие наши делают их ненужными, пустыми и, казалось бы, такими совсем незначительными в жизни, на самом деле. Потому что страдания все остальное вытеснило вдруг. И вот они все вместе сходят по дорогам, собирают подаяния. Идя по дороге, они обязаны были при встрече с нормальными здоровыми людьми и знать, как кричать. Нечистый, нечистый. То есть они по себе говорят, я нечистый. Чтобы они об этом знали. Такая позираемая была каста среди людей. Если бы ты убил бы там человека прокаженного, никто бы тебя не судил. Я даже в полицию там не подащил. Выяснять, почему ты его убил. И вот мы видим этих несчастных людей, которые идут за Христом и просят его исцелиться. Чтобы он их исцелил. Он им говорит, идите, покажите священникам. Дело в том, что в те времена решения о возвращении человека в общество принимали священники евгейские. То есть если у человека вдруг случилось исцеление от проказа, он на самом деле исцелился, или может быть, или было не проказа, какое-то другое божное заболевание, которое потом прошло, но он сам не мог просто взять и прийти и сказать, смотрите, у меня все хорошо. Он должен был пойти к священникам, во-первых, совершить жертвоприношение, благодарястному Богу, во-вторых, священник давал ему разрешение вернуться в общество. Вот поэтому Господь ему говорит, идите, покажитесь священника. То есть священники были и врачами в те времена. И вот они в десятеронку пошли к священнику, чтобы тот принял о них какое-то решение или помолился за них, потому что они еще не исцелили. И вдруг по дороге они принимают исцеление. И исцеление, конечно, произошло у них очень быстро, мгновенно или скоротечно, потому что с Евангелия не пишется, но, судя по всему, это было не месяц же, не два, а было все очень быстро. И вот они исцеляются практически внезапно. И это же удивительно штука, представляете, когда вы находитесь в такой глубине страданий, мучений, и вдруг приходит к вам исцеление. Какое чувство, в первую очередь, охватывает человека? Чувство благодарности, чувство радости за то, что с ним произошло чудо настоящее, за то, что он избавился от этого мучения. Но вот среди всех этих людей, которые шли, среди десяти человек, только один развернулся и пошел сказать Иисусу спасибо. И вот Иисус спрашивает его, и этот человек был самориним, то есть самый грешный, казалось бы, из них, самый презираемый из них. Он возвращается, падает вниз, со слезами наверняка, и говорит к Господу. А Господь говорит, да девяки, они же тоже исцелились. И он говорит, иди, вера твоя спасла тебя. Вот не замысловатая Евангелие, но которая обращается к очень важным стронам нашей души. Ведь почему этот человек был способен благодарен быть Богом в этой ситуации? Вот смотрите, представьте себе такую ситуацию, когда вы дали какому-то человеку большую крупную сумму денег. И через некоторое время вы ждете, что он вам вернет, он там затягивает, не возвращает вам. Вы со страхом думаете, что эти деньги вам никогда не вернутся, сумма крупная, для вас тоже. И этот человек в какой-то момент уже, когда вы уже сильно расстроились и сильно переживаете о судьбе этих денег, тур приносит вам долг и полностью его отдает. Вы, конечно, обрадуетесь этому обстоятельству, что вам деньги вернули, но это будет радость не такая, как если бы вы шли просто по улице, к вам подошел человек, просто так незнакомый, первый раз вы его видите, и дал крупную сумму денег. Вам просто так. Радость в первом случае будет гораздо меньше, потому что это все равно ваши деньги. Вы знаете, что мы должны их вернуть. А в первый раз вы получили это все просто так. Так вот, понимаете, мы же с вами ждем милости от Бога, ждем. Именно так, как вот я про первый случай рассказываю. Знаете почему? Потому что мы считаем, что Бог нам должен, что окружающие люди нам должны, и вообще сама жизнь, и судьба нам должна. вы посмотрите, как Господь сейчас ярко проявил в свете последних событий, последних лет, на самом деле, вот эту вот черту нехорошую, у нас неспособность быть благодарны Богу за то, что у нас есть. Мы с вами сейчас живем в период, вот после того, как Путин власти прошел, у нас с вами самый сытый период за всю тысячестолетнюю историю России. Мы с вами никогда столько много не потребляли. У нас никогда не было такого уровня материального потребления, как сейчас. 5-6 сортов сыра в холодильнике это норма. Мы с вами выбираем, какое мясо есть, свинину или говядину. Я не помню, что в моем детстве так было сыто с продуктами, как сейчас. Я помню, как мы копили деньги на мой гетофрон с мамой, на телевизор мы откладывали, брали в кредит телевизор, было целое событие, было очень сложно. А сейчас у нас по несколько телевизоров в доме. У нас с вами по несколько сортов сыра в холодильнике. У нас колбаса, нескольких сортов колбасы в холодильнике. Это вообще просто. Такие вещи, как мясо, для нас норма стала. Хотя еще недавно русские люди мясо ели редко. Редко ели мясо. Основная еда была картошка, были каши основная еда, капуста квашеная. То есть еще в вашей молодости, на вашей памяти многих из вас здесь стоящих так было. Это же на самом деле было недавно. На машине ездили только люди обеспеченные или какие-то, не знаю, работяги, которые могли заработать крупную сумму и получить какой-нибудь там талон на получение машины. Машин-то мало было. Я еще в 90-е годы, когда купил свою первую машину, я помню, как я спокойно ездил по улицам города Якутска. Спокойно ездил по улицам города Якутска. Сейчас там пробки не проедешь. Сейчас машину в семье не имеет только тот, кто не хочет или не имеет. Потому что купить там Жигули за 60 тысяч рублей себе сейчас студент позволяет. А вкладывает несколько месяцев, покупает там какие-нибудь дешевенькие Жигули, которые вполне стоящие бедные. То есть уровень материалов, про вещи я вообще не говорю. Такое количество вещей, которые нам приносят люди. То есть мы практически приносят в наш центр, который мы раздаем. Это же огромное количество. Мы не знаем, куда девать эти вещи. Мешками собираем, в деревне отдаем. Вещи хорошие. Много вещей. Еще недавно, что лет там у нас сапоги передавали по наследству от отца к сыну. Сапоги передавали. Сейчас кто-нибудь сапоги передает от отца к сыну. Дарит, конечно. Смешно даже сказать об этом. Какие вещи по наследству передавали. Для носки. А мы сейчас именно вот так употребляем. У нас по несколько пары обувей. У нас по несколько курток, футболки, рубашки. Сейчас футболка разодралась сильно. Не путай стопать, что ли? Да нет. На тряпке в лучшем случае. В гарже там что-нибудь протирать. А раньше стопали же. Рубашки стопали. А если там где-то поправился и рубашка тебе или брюки не подходили, я сам это помню, относили к партнеру, что он клинушек в шил не выкидывает. Вещь хорошая. Недавно было при нашей жизни с вами никогда там в средние века и при всем при этом уровне материального потребления, на котором мы сейчас с вами живем, у нас невероятно ропот в стране на всех и всех. Мы постоянно ропщем на власти, на жизненные обстоятельства, мы постоянно недовольны, на все время мало. У нас колоссальное движение населения пошло, потому что все ищут, где бы лучше пожить. Все охвачены этим желанием лучше жить. Мы с вами опять в очередной раз выборы сейчас здесь наблюдали у нас в Ленске. Вы скажите, много у нас из политиков наших там в Ленске или в Якутии, много из политиков, когда на выборы идут, говорят о духовно-моразовом состоянии народа и о том, сколько он будет делать для того, чтобы люди стали честнее, порядочнее, чтобы стало меньше работы. Хоть один политик, кто сейчас нам на добрых говорил, сколько он, человек 10 баллотировались, да? Хоть один из них говорил о том, что я буду стараться, пускай там третьим, четвертым, пятым пунктом в своей программе, я буду стараться, чтобы у нас меньше воровали, меньше блудили, меньше делали работы. Нет. они все говорят одно и то же. И они говорят не просто, что они плохие, они говорят то, что мы с вами хотим услышать. А слайд, дороги, мусор убирать, но это все надо, конечно, разговоры. Но среди всего этого нам о душе они не говорят, почему, потому что эти вопросы нами не востребованы, простыми людьми. У нас все сводится к этому материальному потреблению. И мы с вами на самом деле очень много употребляем, очень много материальных потреблений. И при всем при этом мы с вами ропщим, ропщим и ропщим. Мы с вами недовольны всем, потому что нам все время всего не хватает. Сколько бы у нас не лежало в холодильнике, нам кажется, что это мало. Сколько бы холодильника в доме не стояло, нам кажется, что этого мало. Сколько бы комнат в квартире у нас не было, нам этого мало. Сколько бы машин у нас не было, нам этого мало, потому что у другого кого-то есть лучше. И мы с вами погрузились в состояние зависти, состояние неспособности быть Богу благодарными за то, что у нас есть уже. А ведь мы должны уметь радоваться тому, что у нас есть. Мы с вами недавно пережили пандемию. Звоночек был. Сейчас война настала. Самая настоящая. У нас никогда не идило столько людей на фронтах, в боевые действия со времен Великой Отечественной войны. И Афганистан, и Чеченская война, это просто молока по сравнению с тем, что сейчас происходит. И уже во многие семьи горе вошло. У нас и погибшие есть ребята, и раненые есть, которые сейчас на фронте и в любой момент могут погибнуть. И мы с вами до сих пор не можем в себя прийти и понять, от чего это с нами происходит. Это же обратное действие вообще всего окружающего мира на наше вечное недовольство, на неспособность быть благодарными. Ведь вот эти девять человек, которые не пришли к Богу, они получили исцеление. Господь у них исцеление не забрал, у них не наказал и Петра, вот этой проказы. Но при всем при этом они рано или поздно, после смерти своей, пускай они поймут, что они потеряли. Потому что только Ему Господь сказал, что Егид и Спасен. Только Ему Господь сказал. И когда они умрут, эти люди поймут, у какого источника благодати они были и не захотели напиться. Но мы с вами точно так же с вами, здесь живя в России, мы видим, как происходит эта связь между тем, как мы в материале живем, и как мы к Богу относимся. В 90-е годы ломились храмы людей, на семинарии были переполнены по желающим ребят служить Богу священникам. Я в начале 2000-х годов застал эти времена, когда в храме помыть полы, в трапезной поработать, за честь люди воспринимали. Люди просили священника, если подставляли послушание в храме, они переживали это. А сейчас храмы пустеют. Чем мы лучше живем, чем мы богаче живем, тем меньше людей в храм ходят. Семинарии сейчас пустеют, семинарии закрываются по России. Это не только беда наша, но и мусульман такая же проблема, и у многих других конфессий. Потому что чем мы с вами богаче живем, тем меньше думаем о жизни вечной, тем меньше мы с вами о Боге думаем. Такая есть прямая взаимосвязь. Мы с вами становимся менее благодарными. Почему? Потому что нарастающий у нас эгоизм, самолюбие, гордость, оно требует все больше и больше употребления в храме. Мы уже не радуемся тому, что есть. Мы не благодарим Бога за то, что Он нам дает. А мы говорим, а почему у меня так мало? Потому что я в своей гордости себя вижу лучше всех людей. У меня должно быть больше всего, больше, чем у всех. Мы сами не знаем на самом деле, почему Господь от одного человека дает больше, другому меньше. Может, этот человек на самом деле золото и богатство любит больше. А может быть, этот человек, если бы был беден, стал бы негодяем. Будучи обеспеченным человеком, он более-менее приличный человек. Мы сами не знаем любых пути Бога. Но тем не менее, мы считаем, что все должно быть у меня, все должно быть для меня. Мы перестаем радоваться по слив EEG-чанту, что мы сегодня утром проснулись. Перестаем с вами радоваться того, что у нас есть вообще дети. Мы находим всегда поводы для того, чтобы скорбеть и обвинять в своем жизни, потому что она как-то не сложилась, не удалась. А мы на самом деле должны радоваться. У нас в жизни очень много хорошего. Совсем недавно еще войны не было. Хорошо было? Хорошо. Мы радовались этому, не радовались мы совсем. До пандемии, когда не было огромного количества смертей от этой болезни, мы радовались, не умели радоваться. Мы сами просто не представляем, что это было плохо. В 1913 году, когда Россия была богатой и сытой страной, она роптать начала. И люди же себе не представляли, что такое плохо. Когда в 1921 году начался такой голод по Волжье, что люди ели друг друга. Матери там убивали своих детей или умерших детей, скармливали другим детям. Жуткие вещи происходили. Вот что такое. Плохо, когда хлеба на столе вообще нет. Плохо, когда в бомбы сыпется на голову. Вот это плохо. А мы с вами забыли совсем об этом. Не представляете, как мало людей сейчас здесь в храме Наркетикса. Несмотря на то, что здесь крещеных очень много. Очень много крещеных. Потому что начали с этой жизни. Господь и наушу с этой сутой нас отнимет. Он будет нас с вами погружать в скорби сильнее и сильнее, чтобы мы пришли в себе. К сожалению, не можем мы быть по-настоящему любящими Богу и благодарными, живя хорошо. Есть у нас какое-то вот такое свойство неправильное в человеке. Мы с вами сегодня пришли на литургию. А литургия, это же есть благодарение Богу за то, что Он нам дает. За то, что мы с вами здесь проживаем. И вот это умение, знаете, когда человек в скорби погружается, он начинает Бога благодарить за то, что он вчера даже не замечал. Головный человек за кусок хлеба Бога благодарит. Мы с вами кушать домой приходим, садимся за стол. Мы же разрисуем Богу спасибо, что у меня на столе вот такая еда хорошая. Мы же не говорим. А кто из вас благодарственную молитву читает по еде, по тому, как он потратился, он уже помнит там слова «Есть благодарение Богу». Но мы их редко читаем вообще эти слова, потому что нету этой благодарности. А голодать будем? Будем даже за куску хлеба рады. Сухому сухарю будем рады и дарить спасибо, что у нас сухой сухарей, что я не умираю. Мы с вами, значит, вот живем, нормально будет, казалось. Но мы с вами, значит, разве, в луке Бога, часто благодарим, что нет войны? Ну, езжайте в Донецк и переночусь там в Кировском районе, когда каждую ночь ба-бам-ба-бам-ба-бам-ба-бам-ба-бам. Когда от взрывов в соседнем дворе с кровати сваливаешься. И вы вдруг скажете, как хорошо, что я не знал, что это была война. Как хорошо, что я не знал вообще, не отвечал по звуку, как, значит, гаубица отличается от другой пушки другого холива. А там все, там любой простой житель, любой простой человек, любой мужик какой-нибудь там, сантехник, знает, какая гаубица стреляет, какие калибры, и все остальное ему расскажет, как военный специалист. А ведь не ценим мы это, у нас не стреляет гаубица, и мы Бога не плодим за это. Мы Богу не говорим спасибо за то, что у нас сыновья там не погибли. Ну, может, у нас сыновья нет с вами. Но вот мы не способны, так говоря, переступить и понять, что много хорошего в нашей жизни. И вот это спасибо Богу за все нас в горле застревает. И для того, чтобы мы с вами окончательно не оскотинились, Господь-то нас приземлит очень сильно, и наш народ очень сильно приземлит. Потому что желающих и, значит, нашу землю забрать, и ресурсы забрать, и вообще и нас со света живого жить очень много. Очень много. Мы с вами сейчас в карабе стоим и радуемся, что помолились. А вы знаете, я сейчас ребят там крещал, у меня там были дни, когда я по 300 человек сзади крещал. 300 человек. Я, ну, в своей жизни один раз нам больше крещал на людей. И ты на них смотришь и понимаешь, штурмовая бригада, ты смотришь и понимаешь, что вот эти ребята, которые к тебе подходят, к лицу тебе смотрят, многие из них в ближайшее время умрут. Может, сегодня кто-то из них погибает, всех, кого я там крещал. И я когда с ними разговаривал, никто, вот я давно не видел таких внимательных глаз, когда им о Боге говоришь. Знаете, вот такие благодарные были слушатели, вот такие были благодарные, внимательные слушатели, как они причащались. И я вообще, знаете, там побывал на этих полигонах, такое ощущение, как будто в Иерусалим съездил на святое место какое-то. Хочешь на землю святую целовать. Там, где эти ребята живут и воюют. А ведь вчера они точно так же ходили по городам нашим и не обращали внимания на охраны священника. Это же парадокс, а сейчас вообще. Потому что они в другой ситуации оказались. Они вдруг поняли, что они умрут. Возможно. В ближайшем бою там, или через бой, через два. И возможно там будет инвалидом останется после этой войны. И у него все перевернулось. И он совсем по-другому на жизнь начал смотреть. А из вас кто сомневается, что он умрет? Умрем же. Ну пускай может не в бою, в постели своей. Но умрем. Придет немного времени пройдет. Мы все с вами умрем. Но у нас это не переворачивает ничего. Я помню эту картину. Когда пожилой чеченец, седой. Уже такой, знаете, как видно. Ну седой, но не старый еще. Воин такой. Старый воин. С таком особом камуфляжем был. С автоматом. Оставил русского парня и отчитывал. Парня лет 25. Он выше его. На голову выше этого чеченца. И он отчитывает этого русского парня. Говорит, ты же русский. У тебя же священник приехал. У вас же вера есть. Такая вера хорошая. Я бы на том месте. Мама сейчас приехала. Я бы побежал бы к нему. Чтобы благословение у него взять. А ты стоишь. И даже к священнику не подходишь. Странно. Как так-то? Стоим его отчитывал. И так было интересно. Что чеченец русского отчитывал. Что русский к священнику не идет. Так все перевернулось. В этом мире. Действительно так. Действительно так. И когда ты стоишь. Вот через призму вот этого страданий. Когда ты стоишь в этом свете. В свете страшных жизненных обстоятельств. Как эти ребята. У тебя все вокруг по-другому уже мыслится. Все уже по-другому представляется. И люди уже не зацикнутся на том, что что-то там телевизор посмотреть там или что-то купить себе. Люди не об этом думают. Они о Царстве Небесном больше задумываются. Так а что нужно, чтобы Господь всех нас переставил, поставил перед такими обстоятельствами. Чтобы мы все-все сотряслись. Чтобы каждый плакал о своих детях что ли. Чтобы каждый плакал по своей болезни, по проказе или раку, которому он заболел, чтобы в себя прийти. Почему мы, когда начинаем жить лучше, почему мы так тупим духовно? Почему мы теряем эту связь с Богом? Слово религия, знаете, как переводится? Это обратная связь с Богом. То есть я с Богом общаюсь. Мы с Ним контактируем. У нас связь здесь. Обратная связь с Богом. Бог понятно, что Он со мной. Он мне многое отдает. А от меня это какая-то связь с Ниму идет? Ну, слава Богу, мы с вами стоящие здесь в храме, мы счастливые люди. У нас есть какая-то хоть тоненькая ниточка, которая у нас с Богом связана по поведению. Которая заставляет нас приходить сюда, свечку поставить, помолиться, причаститься. Мы эту связь сохраняем. И то так, знаете, через что сразу разворачиваемся и с храма уходим. Сколько у нас есть? Прихожан, которые в храм походили, чуть не так, они раз уходят и не возвращаются. Слава Богу, мы с вами должны этому уже радоваться. И вот Евангелие, это сегодняшняя, вот она как раз про это. Про то, что мы не умеем быть благодарными Богу. А глаза нам застилают гордость наша и самость наша. Потому что мы считаем, что мы должны лучше жить. Господь должен давать это. Люди должны это давать. На работу должны повысить. Премию должны выплатить. Там должны уступить. Там должны вежливо со мной разговаривать. У нас вся жизнь наполнена этими мелочами, самостью нашей. Вот про это Евангелие сегодняшнее говорится. Вот самарянин нашел в себе силы Бога благодарить за то чудо, которое с ним произошло. И поэтому мы с вами давайте будем вот такими самарянами благодарными находить. За что Бога благодарить. Дети бенуют вокруг. Слава Богу, пускай орут. Доки принесли. Ну, поругаемся, но все радуемся. Хоть живем и здоровы. Здоровы будем радоваться, что мы здоровы. Заболели будем радоваться, что еще не сильно заболели. А сильно заболели будем радоваться, что Господь дает веру и силы понимать о том, что такое жизнь вечная. Поэтому давайте будем уметь быть благодарны и Богу, и людям. Спасибо, Христос, братья и сестры. Спасибо.